Всем привет, я тут солнечная Таля на проводе, Софи. Всем привет. Мы сейчас в автобусе купили билетики. Едем в гости к моей подружке Лели, о которой я вчера рассказывала. София дружит с ее дочками. И они вместе в садик ходили, поэтому вообще очень счастлива, да, София? Она моя семья. Самая лучшая, София, на подругу, говорит. Я ждала, как раз, София, пока приедет из школы. И сейчас поедем на обед. Что делать? Ну, не делает, так, гулять. Смотри, смотри, Сильза, на реплика. На реплика. Наш мак. Автобус, на полу, пустой. Новые сиденья, кстати, в этом автобусе. А здесь окошко, открыто, открыто. Ногти я так свои не покрасила. Не знаю, зачем показать. Ва бе, смотри, что написано на реплика. И, смотри, на реплика. Сколько человек, кстати, в классе, все эти девочки делают канал на YouTube. Но, ну-ка, вчера вообще уже все, сил не было. Сил не было на класс. Елена. Хочу, что я здесь опыт. Может, сегодня успею, не знаю. Ладно, переключимся, а то меня будет не слышно. Кто сказал, что у берегов вечно шумит прибой? Кто сказал, что мартовский ветер будет дышать весной? У природы есть законы, а у любви их нет. Опс, так, мы уже доехали. Сейчас будем звонить в звонок. Это ее дом. Нет, следующий. Давненько не были в гостях. Я прямо в автобусе задремала. Насколько я устала. Мама, что я в газа. Ага, это подольше, что-то я вообще не помню. А, вон Сыч, в автобусе задремала. И София тоже в автобусе такая. Классненько отключилась. Студентов много, мы так звоним. Какая красота. Это девочка, да? Да, самая первая, которая выйти не могла. Марусичка красивая. Клавочка. Боже, сколько им, Лен? Ну, это они из какого? Семнадцатого родились? Сегодня с какой день? Да, я присягну. Буквально сколько дней? Я потом не смогу запикать, я же не умею программу редактировать. Какая ты красивая, Клавочка. Какая ты девочка красивая. Она меня нюхает, я же собакой, кошаками воняю. Боже, какая красота. Это девочка, мальчик, ты не знаешь? Смотри, какая толстая вообще. Холесенькая. Она, наверное, самая первая родилась, поэтому она такая и большая у тебя. Ты ей помогаешь, что она сама рожала? Нет, она сама. Не, рожала-то, конечно, со мной. Но я ее потом закрыла уже на балконе, потому что она рожать не собиралась. Три часа ночи было. Так она как тебе? Она тебе будет, как моя или нет? У нее воды отошли. А ты что, видишь? Ну, Софье мне сказали. Мы ей коробку приготовили за два дня, потому что находилась за мной по пятам и мягкая. Ну, коробку и дали, она там все. Она там улегла, все. И потом они ее тискали. И подниже, я что-то не могу поднимать. Это мы сейчас у Лены здесь просто... Ну, да, я не показываю, я имею в виду, что здесь этот шкаф гардеробный. Мальчик. У него даже рожа похожа на мальчика. Рожа похожа на мальчика. А тут я еще одна девушка. Боже, ну, конечно, они такие красивые, когда мы... А папаша где? Папаша там. Так ты же высоко показываешь, я потом... Ну, я же их поднять хочу хорошо. Ну, вот так вот, углы. Так я же сказала, что мы в гардеробной. Вот тут вот, покажи на фоне гардероба. Вот, и какая мысия. Нет, так, конечно, первая самая красивая. Но они еще перерастут. Видишь, как она нервничает, мяукает. Все, все, все. Красивая, молодец. Боже, как она выросла, эта клава. Ложись, она так потолстела. У нее вот такое брюхо было. Я думала, 10 ради, блин. Моя стерилизованная кухня. Но это я уже, конечно, сучу. Не надо там потом нервничать, потому что некоторые начинают нервничать. Да, Лен, ты же не обижаешься? Она не обижается, она меня уже знает. Лена готовит нам обед. И, кстати, пришли, прикинь, и хотели. Здесь она вот шкафчики повесила, да, Ленка? Видели, да? Вот, Ленка у нас хозяйка. Смотрите, не то, что Марина Владимировна. Ой, какая красота. Леночка, а здесь что? О, какая прелесть. Слушай, давай мне рецепт этого самого. Рецепт, как приготовить супчик дырный. Я не знаю. Ну, что, мне сказали, взять картошечки три, бросить картошечку, потом морковочку, молочок поджарить. Если ты хочешь как пюре, суп дырный? Ну, слушай, я хочу как пюре, но первый раз я хочу сделать как супчик. Два, с блюенчиком. Надо с чего-то начинать. Ну, это будет такое... Не вкусное. Надо дырить, да? Будет же картошечка и та самая. Можете жменьку макарончик оброзить. Для маленькой лапши, нет? Для блюда с макаронами? А, мне так написали. Ой, меня не видно, я по сердцу это стою. Не знаю. Нет. Он или мне водички? Или у тебя есть это сок какой-нибудь? У меня есть перец, лучок, морковочка. Все это пережарено и потом сверху залить еще томатом соусом, потушенное и такие вот овощи. И все это у тебя идет как гарнирчик, да? Чесношечка, покручила, кусала. Нет, я потом его в миксере перекручу, и у меня будет заправка для пасты. А, у тебя будет подлива на пасту. А здесь у тебя? А это я делаю резус, называется резус и примавейра. Рассказывай рецепт. Короче, берем... 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 Мне тоже, наверное, не надо тебе так сказать. Ну, так, что ты, девочки, я вас прошу, давай. Значит, это, берем, значит, морковку, режем на кубики. А погромче тебя еще раз говорим. Берем морковку, режем кубиками. Берем ковачок, режем кубиками. Берем зеленый горошек, все это обжариваем, и потом добавляем рис, обжариваем с рисом, и потом заливаем водой и делаем резус. Так ты рис сюда уже вареный добавляешь? Нет, совсем сырой. А, сырой рис, потом добавишь водички, она все прокушает, хотя сколько минут? Не знаю, если скороварки, то минут 10, если так, то минут 20-20. Молодец, молодец. Помидоры с моего огорода? Слышно, с моего огорода. Денькая, какая красота. Там с моего огорода. Вот это вот с лениного огорода, у них Даша есть. Ну и что, не закрывали в этом году банки, не крутили консервацию? Нет, не делали, не закрывала. Ты, кстати, попробовала? Я их все съела. Ее мама, Ленина мама, она крутила помидор, и Ленка мне угощала. Тоже было видео с двумя банками помидор. Я говорю, помидор не осталось. Вот знаешь, мне там, кстати, пишут на это, говорит, что-то Иванова банки не закручивает. Ты вообще представляешь, Иванову стоящую плиту закручивая банки. И еще, знаешь, так вот халат подтянуть, ты знаешь, как панталоны их в халате. Нет, конечно, я не закручиваю банки, это однозначно. Ты знаешь, мальчик? Я банки по шампанскому закручивала. Мальчик, это ты не кисла или поздоровался? Иди, мальчик. Алло, красиво, красиво. Боже, они такие у тебя, они даже как-то, знаешь, они больше по структуре персидских котов. Вот я его трогаю, у него прям голова, знаешь, у моих такая, знаешь, головочка. Конечно, по структуре. Не болеет он уже, все, как переболел, все. Мальчик красивый, хороший. Как они на даче, не убегали, ничего? Нет, он убегает, потом в 3 часа ночи начинает мяпкать. Боже, и не укралишь, да, Лена? Я его упускаю, утром он уже, в 8 часов, он уже... Как его зовут, Леон? Крюон. А как? Батон? Адонис. Адольф? Адонис. Адонис, боже мой, кошмар. Адонис, красивый. Дончик, Вени. А на русском понимает? Да, только по-русски понимает. Серьезно? Да. Да, ты что? Иди сюда, иди сюда. Донис. Какие красивые глаза у тебя, красивые глазища такие. Красивые, красивые, красивые. Ой, очень красивый кот, Ленка, молодец. Комплименты. Так, вот Лена добавила туда сырок в конце. То есть, получается, что Лен немножечко обжарила рис на сковородке, и потом сразу добавила воды. Для чего ты обжаривала, Лен? Чтобы что? Чтобы пена не выходила. Чтобы пена не выходила. Ну, сколько ты его обжаривала? Минут 5-10. Ну, пока не обжарилась. Его добавила рис, и получилось ризотто. Блин, я вообще никогда не ем такое, потому что я не ем те самые горошек. Ну, будем пробовать. Так, все, нам приятного аппетита. Очень вкусно получилось. Садись, София. Вот сюда, вот сюда садись. Садись, я тебе немножко сказала, чтобы положили. Очень вкусно, вообще классно, классно, мне очень понравилось. Эля, Веня, классно. Обалденно. Спасибо, Ленуля, будем сейчас пробовать. Это, как, когда мы дали на сковороду. Ты дали на сковороду? Нет, мы дали. Да? Ну, давай, будешь есть? Очень вкусно, я попробовала, очень классно. Будешь еще? Ну, сейчас сначала это съем. Ты мне вчера Карла макароны приготовила где-то в часов 10, я говорю, ты ешь. А мне уже все за целый день, знаешь, я набегалась, у меня аппетит перебился, уже все, уже ничего не хочет. Не знаю, Белая, не доволен. А ты? Ну, я тоже знаю. Не доволен. Ну, я хотела, чтобы дети поели, да, поели. Пойдем. Так, девчонки, давайте покажу Ленкиного попсового дивана, гламурного. Такая красота. Это Лена сама шила чехол, он другого цвета, и коты ничего не дерут вообще, да? И вот там вот такой стол большой стоит, и мне нравится лампа очень красиво. Ну, я, по-моему, даже уже в том видео показывала лампу. Очень классно. А вот эту новогоднюю елку мы с Ленкой покупали вдвоем, да, Лен? Сколько лет назад уже, на года 4? Ну, нет, в 2012. Два года, да? На диване такой широкий, классный, он не раздвигается. Ну, вот мне нравится сама вот это. И Лена мне пошила такую же, типа, наволочку для котов. Помнишь, ты мне пошила? А, на пуфик. Ну, на пуфик, как она называется. И до сих пор пользуется, до сих пор еще в хорошем состоянии. Это как раз это. Ну, ладно, давай с тобой поговорим, садись, присаживайся на собеседование. Слушай, Лена, ну, давай, давай вот ты мне, давай, ты садись, я у тебя хочу спросить за квартиру. У меня столько раз спрашивали, вот приблизительно цена на квартиры, сколько у вас в агентской? Смотря где. Ну, где, ну, давай в Пизе, сколько стоит в Пизе двухкомнатная квартира, допустим, район самый такой нехороший, ну, далекий от центра. Самый стрёмный, ну, не знаю, ну, может, 150. 150 штук, да? А вот где ты живешь в районе, вот это как центр считается, здесь сколько стоит? Допустим, однокомнатная. Ну, давай однокомнатная. Ну, не знаю, ну, 170, однокомнатная, однокомнатная, нет, подешевле стоит, 120, 130. Ну, зато это центр, да? Ну, а сейчас вот вообще в кризис покупают квартиры или не покупают? Вот давайте я хоть на себя, что-то я на диван перевела, хоть я в кадре поставлю, да что, сейчас я стоит, выставлю? Ну, а что, покупают сейчас квартиры или не покупают? Ну, слабо покупают. Присяду, бля, покупают плохо, да? Ну, а в основном, если кто-то покупает, молодые или пожилые? Покупают русские миллионеры. Лена, здесь вот, там тебе будет не слышно, у меня же нет микрофонов в видеокамере, подожди, поправлю, что я не очень симпатичная. Покупают миллионеры, да, русские, много русских в Пизе миллионеров? Нет, в Пизе вообще никого нет. А где русские миллионеры? Курортный зон. Это где? Сардиния. И сюда приезжают? Так, давай, переключаемся. Лена, давай, короче, вопрос, как можно купить квартиру в Италии? Вот нам, русским. Дорогие друзья, если у вас есть желание купить квартиру, обращайтесь ко мне, да? Не, ну вот все, что надо, деньги, да? Короче, минимум, это что было, ну, если нормальная квартира хотите, то хотя бы в Пизе, да, допустим. Ну, хотя бы сюда писать. Ну, Пиза, туристический город, что здесь делать? Нет, ну, не знаю, Пиза, туристический город, в принципе. Ну, да. Здесь все есть, близко, все маленький, компактный город. Садики, университет, больницы, госпитали, один из самых лучших. Медицинский университет. Сюда едут учиться вообще со всей страны, потому что один из самых лучших. Ну, такой Пиза, классный, только узнала об этом. Да, садики, социальная помощь, там, допустим, людям нуждающимся. Ну, да. Да, там. Ну, и вот для того, чтобы вы, допустим, кто-то гражданин, там, ну, я имею в виду России, там, ну, к примеру, да, хочет купить квартиру. Что надо для этого? Деньги и все, да, делают визу. В общем, надо приехать в Италию. Сделать, во-первых, себе идентификационное... Так, переключились, потому что я сегодня камеру поломала. Ну, Лен, и что, короче, надо сделать эту карту Дэдита, а потом... Ну, не карту Дэдита, это брешь. А что? Кодичи пескаль. Надо сделать кодичи пескаль. Для чего он нужен, кодичи пескаль. Чтобы, когда вы будете оформлять покупку, у вас был... Мама, а чела фрукта? У вас, в общем, как в ресторане, слышишь, поела первое, второе, а капот? Ну, а слышишь, и что это самое... Короче, нужна... Это кодичи пескаль, для чего нужен? Что это такое? Это код, по которому вас будут индивидуализировать, да? Индивидуальный код. Ну, потом сделали себе этот код. Да, и все, вот с ним теперь можете... То есть любой человек, который приехал в Россию, может сделать себе этот код. Ну, не просто так приходите ко мне, и я вам делаю код. А, да? Понятно. Приходите к Ленке, через меня. Ну, это я шучу. И после этого выбираем недвижимость и покупаем. И все, и потом как можно жить им, каким документом жить? Короче, можно оформить как первые, как сказать, если у вас это первая недвижимость в Италии, вы можете оформить как будто у вас первый дом, да? Вообще, как будто у вас вообще нет никакой другой недвижимости, вот вы единственную копили, копили, копили и купили в Италии. Вот. Но опять же, если вы покупаете такую недвижимость, вам нужно как минимум 6 месяцев в году проживать в этой недвижимости, иначе у вас потом... То есть проверяют, да? Да, проверяют, могут возникнуть неприятность. Если у вас такой возможности нет... Приходите ко мне, да? Если у вас нет такой возможности жить 6 месяцев в году, то вам нужно оформлять покупку как второго дома. Только ты погромче говори. То есть если нет возможности жить 6 месяцев, надо оформить дом как будто это покупка второго дома, то есть есть уже где-то недвижимость. Не в Италии, но не в Европе. Что это не основное жилье, что вы сюда будете приезжать только когда... Вот так вот, девчонки, кто-то спрашивал, вот ответ. Еще вот спрашивали часто, ты же не хотела тогда сниматься, скажи, пожалуйста, вот у тебя двойное гражданство, да? Российское и итальянское. Как ты детям делала? Дети автоматически? Дети у меня итальянские. А, дети нет у них гражданства. Они не могут за эти российские граждане? Могут, но зачем? Им в 18 лет придется опять решать, где они будут, в Италии или в России. Так а ты ему, а как вообще, значит, получается, ты берешь двойное гражданство, ты потом опять выбираешь, что ли? Детям дают, как мать захочет, пока им не исполнится 18 лет. В 18 лет они сами должны решить, гражданином какой страны они будут. То есть, если мама русская, папа итальянница, по 18 лет, и у них будет как вопрос, да, что вписывать в графу, то сейчас это ничего как бы, что вписано, это ничего как бы не кондикаируется, да? Нет, почему? А у них написано, что они итальянцы. Ну, у меня тоже вписано, что итальянцы. Ну и все, итальянцы. Если, как сказать, у людей, у которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство, они потом в будущем могут получить это гражданство. Ну, видишь, а в Украине не делают двойное гражданство. То есть, куда им... А я думала, что они сразу могут получить двойное гражданство, какая разница, мало ли в жизни, что... Нет, в 17 лет они должны выбрать. И потом они выбирают, но тогда получается у них не будет никогда двойного гражданства больше. Ну, можно потом получить российское гражданство. В России нет такого закона, по которому нужно отказаться от другого гражданства. Пока нет. А ты вот сейчас, ты кто сейчас, итальянка или русского? Когда еду в Россию, я русская, когда я живу в Виталии, я итальянка. Ленка так красиво шьет, молодец, и шторки, да, сама? Все сама. Все сама, молодец. Да, рукодельница. Тебе нравится, да, Леночка? Вот зато тряпка, Ленке, не очень нравится махать. Нет, это я терпеть не могу. Вот, а я не могу, мне лучше тряпкой помахать, чем... Ну, давай, я тебе свяжу, а ты мне придешь помырешь. Ой, не говори, что-то я так себя ни черта не успеваю, вообще капец. Особенно вчера понедельник, сегодня вторник, вообще ни черта не это самое. Дома вообще капец. Еще кое-что погладить надо, я не хочу ничего делать. Подожди, надо что-то еще у тебя спросить. Еще интересный рассказ. Не знаю. Мы при квартире все сказали? Ну, да, ты сказала, что типа, если... Ты сказала, что если хотите, то есть, приходите ко мне через Марину. Ну, это я шучу. За квартирой. Просто кто-то спрашивал, кто-то хотел купить и не знал как. Ну, в общем, вот Лена есть, которая занимается... Это твое агентство или ты работаешь на кого-то? У Ленки есть агентство, Ленка вяжет, готовит еду, шьет шторки. Да, и договоримся о процентах, все будет нормально. Все будет, если что, если кому-то надо, обращайтесь. То есть, как бы, человек проверенный, немножко с характером, но... Если меня терпит, сколько ты меня уже терпишь? Лет, наверное, 12. Да. То тогда выносливый человек. Типа, боже, что такое сказала? Я же классная тетка. Слушай, Ленка, а что ты еще хотела тебя спросить? О, спроси. Говорю, Ленка, а сейчас я вот тебя спрошу, потому что меня спросили, я не знаю, как правильно ответить. Смотри, мы заплатили, сейчас свет найду, мы заплатили сегурационную, да, страховку за детей в школу 6 евро 50 копеек. За что мы платим? Меня спросили в комментариях, что это за... Это годовая, это месячная, вот расскажи. Это страховка на год. На год. Потому что ребенок поменял школу, поэтому... Нет, у нас, у нас, это что, там была такая 60... Может, какая-то возрастная категория, я не знаю. А вы что, не платите страховку в школу? Мы заплатили в прошлом году. То есть, на период меди, в школе, в школе, в школе, в школе, в школе, мы уже все заплатили. Так, подожди, получается, у нас так все по-разному, мы тут... А школа одинаковая, у тебя же тоже государственная школа. Ну, не знаю, наверное. Ну, мы там, где София с Сашей учились, мы платили 6,50 на ребенка, страховку на год. И сейчас... Может, нас еще не просили за этот год, я не знаю, может быть, у нас еще спонсор. Нам сказали 30-го числа, последний день сегодня. Никто нам ничего не говорил. Значит, в прошлом году все заплатили. И 20 евро к тому, кто хочет помочь, помощь в школе. Да, на констовар. Да. Слушай, так, за что вот это, вот 6,50? Ну, вот, короче, если у тебя ребенок ходит в эту школу. Если с ним что-то случится. Выбьется зуб ему, да. Он пойдет, его туда толкнет, очки поломает. А секурационная, вот эта страховая компания, она должна возместить ущерб нанесенный. У нас упала девочка где-то 2 до 2 назад, Сашина подружка, и выбила себе зуб. И, по-моему, это был зуб немолочный. И мама сказала, хорошо, что это зуб немолочный. Я бы тут школу бы разнесла бы. Ну, что, этот зуб был молочный. То есть, если бы это был немолочный, я бы школу бы разнесла. В том плане, что, говорят, не хотели платить. И у нас что-то случилось. А если это молочный, что они там заплатили? Ну, да, там кто-то еще у нас что-то. И у нас что-то было с Софией тоже. Нам сказали, что нам по страховке могут дать пару тюбиков каких-то лекарств. Что у нее было? Тоже, вон, зуб. Да, у нее был зуб. Они через шарфик прыгали. Ничего. Это вот, сейчас, прошу прощения. Это было где-то вот три года, ну сколько? Три года назад они прыгали через шарфик. Маэстры сидели, курили. Как можно прыгать через шарфик? Она споткнулась, упала у нее зуб. И губа была разбита. И второе, потом вот это вот с нашей подружкой тоже зуб. И тоже сказали, что там ничего не это. А если, прикинь бы, зуб у тебя бы вылетел бы не молочный, а нормальный зуб. Ну, вставлять надо было, потом с этим, с превентива идти. Капец вообще. И спрашивать. И ты думаешь, платили, блин, сейчас вообще ничего никто не платит. Уже посудки не дают, ни матерям, ни одиночкам. Билет не дают на автобусы со скидкой. Не знаю. Мы, Ленце, что у нас там, вроде как это. Я разговаривала с этой. 80 евро там решил-то всем давать дополнительный. Сотку, что он кому-то решил давать. Кому? Всем. Всем как? Кто работает, тому еще 80 евро в придачу. Как-то не работает. Так, все работают, а никому ничего не дают. Зато негри вон выгружают, собственно, на Сицилию. Им их спасают, потому что они на тонущих кораблях. Я просто вчера с женщиной разговаривала с одной игрой. Вы знаете, говорю, там, типа, ну, одна женщина не может книги ребенку в школу купить. Как бы вообще там за лето не накопила, денег нет. Говорю, что там, где там органы опеки. Ну, так разговор завела, говорю. Где? Она говорит, ну, Арина, какие органы опеки. Говорит, мы, говорит, у нас дети, которые ходят в нашу церковь. Там нету папы или там нету мамы. То есть у ребенка не может там иметь элементарные там вещи. Говорит, нам сказали, вы что, идите. Говорит, сейчас вообще денег, вообще вот денег на помощь нету. Нет, ну, негры, когда выгружаются, им по 40 евро дают в сутки. За то, что выгрузился. В отель, чтобы отель проплатить. Капец. Понимаешь, они живут там 30 дней, пока там не обустроятся, пока им документы не выоформят. Так, а зачем их выгружать, что их домой не отправят? А на чем они ехали? Они приезжают сюда на тонущих кораблях. Они заплывают в нашу территориальную зону. И все, итальянцы их должны или спасать, или как. Ну, а потом депортируйте домой. Куда депортируйте? Они тебе как зовут? Ничего не понимают. Ну, так пригласите переводчика. Какого переводчика? Всех дуру гонишь, ничего не понимают. Они посидят там в этих лагерях. Я такого не знала. Здравствуйте. Они посидят там в этих на Лампедузе. Там сделали вот этот лагерь для беженцев. Такой прекрасный был остров. Там дорогущие билы. Там вообще шикарная жизнь была. Там все богатые жили. Сейчас туда выгружают всех вот этих вот иммигрантов негатив. Они там живут какое-то время, там карантинный какой-то период. Там, я не знаю, 20 дней. Смотрят, нет ли у них там Эбола. Ну, короче, их проверяют, делают аналоги. Да, да. И потом переселяют на материк, дают по 40 евро и платят там за отель в течение 30 дней. Потом до свидания, дают им документы и все, идите. Так, еще документики сделали, и все. Да, да, хорошо. Приезжайте в стеклян. Откуда у тебя так? Ты этот телевизор смотрела, Лидия? У меня просто нет, у меня времени на телевизор вообще нет. Но мне тоже Карла говорила, что на плотах приплывают. Главное, если у кого-то там выселяют из дома, да там семью, которая... Да, сейчас, кстати, выселяют. У которой просто нет денег заплатить за аренду. Их выселяют, идите нахер. А этих, давайте, приплывайте к нам. Не, ну они не говорят им, давайте, приплывайте. Ну, все равно. Может быть, на этом кто-то что-то отмывает, я же не знаю. Ну, не знаю, кто-то что отмывает. Ну, просто что, то, что сейчас делаются сфраты, то, что, ну, выгоняют этих самых. Сейчас вышел такой закон, что... Ну, итальянцы мне дадут по 40 евро, да, пока они там не найдут себе какое-то другое жилье. Ну, вообще, так Италию развалили, так жалко. Я слышала, когда к бабке хожу, у нее тоже там... У нее три дома, а тоже там платят вообще. Ужас. Капец. Зато три дома. Купишь, главное, да, уже когда при покупке платишь там все налоги и все. Кроме этого еще каждый год надо платить налог на недвижимость. А сколько налог на недвижимость? Там высчитывается, там, какой-то компьютерик. Ну, приблизительно, самое минимум в год. Не знаю. Там зависит от зоны, зависит от метража, зависит от качества недвижимости, зависит там, не знаю. Ну, а вычитывая зарплаты, а достатка? Все там высчитывается, рассчитывается. Не знаю, там какие-то свои крицы. То есть, если у тебя две квартиры, то есть ты за другую платишь, мне кажется, это где-то половина выходит стоимости или нет. Нет, типа, знаешь, ну, вот примерно, допустим, если у тебя есть две квартиры, да, в одной ты живешь, а в вторую там сдаешь. Ну, да, что-то. Или там у тебя, это у тебя дача, там ездишь туда на лето. Ну, там где-то, допустим, если такой небольшой метраж, типа около 100 метров квадратных, ну, где-то 350-400 метров. В год? Ну, это немного. Ни хрена себе. С каких? Что они мне на эти деньги? Я какие сервизы имею за это? Ну, не говори, хотя сейчас платят все, в Италии сейчас, они даже за воздух платят. Они что-то сторожа поставят, я не знаю, плачешь не за что. Да, сейчас и там. То же самое про машины. Купил машину, заплатился налоги. Кроме этого, каждый год. А, это Карла постоянно об этом говорит. Платишь, это волк, 200 евро. А он говорит, а что я должен платить за то, что я купил машину на свои, то есть я, говорит, откладывал деньги, купил машину, еще должен за... Ну, это, может, там мафии платят? Я не знаю, 200 евро вот я плачу, 268 за свою машину. За то, что у тебя есть машина. Да, каждый год я должна платить. Прикинь. Прикинь. И куда они, я понимаю, если по ним не дороги там, где они каждый год накатывали, асфальт. Сколько в Италии машин, сколько эти боло, это, я не знаю, ну, 200 даже возьмут. Марок и... Ну, 200 евро возьмут в каждой машине. Это же озолотиться можно. А кому-то что-то деньги... Куда-то идут эти деньги куда-то. Капец. Непонятно. Ну, это Италия, когда в Европу вошла, изменилась, так говорят. Так что это так было раньше? Да? Так раньше было? Просто раньше как-то больше было, не знаю. Лучше было. Сейчас поналезли эти негры. Да ну, Лен, такое говоришь. Ты прям расцисс какой-то. Я понимаю, если все... Слушай, к нам сегодня приходит письмо на этот самый, на почту. Приходит, сначала мне там один письмо, ну, один, одна, я не знаю, то есть. Кто-то писал письмо на почту, там, мне сначала, там, что я там такая-сякая, что я там подписана на кого-то там в Фейсбуке, короче, на какого-то там врага народа. В общем, короче, я не знаю. А я там, знаешь, ну, мне приходят, там, подпишитесь там на ту страницу. Наши от друзей тебе приходят. Ну, я подписалась, но мне само интересно, как человек рассуждает, допустим, да, там, один там против Украины, другой там против России. Мне просто интересно, вот, тем, перед тем, как тебе разобраться, тебе надо, как бы, ну, послушай, две стороны, если ты, ну, блин, бум-бум, не кукарейку, правильно? Ну, и там, кто-то мне там писал все время, что, типа, вот, вы там подписаны на того, это враг народа, там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, я, как бы, не отвечала, ну, что мне человеку отвечать? А тут сегодня на детскую почту, на детский канал приходит письмо, и там написано, что, типа, вы дети бендеровцев, прикинь, я Карла Бендеровец или Массива Бендеровец, я так и не поняла. Вы дети бендеровцев, типа, все, собирайте вещи, сдавайтесь, прикинь. Она такая приходит, Саша, с такими глазами большими, и она вообще там ни бендера, ни бандера, не знает, ну, что они там, малые еще, детство беззаботное, скажем. Она приходит и говорит, мама, там письмо пришло, а на итальянском, на это, страшно на итальянском, говорит, что, типа, мам, смотри, говорит, это, мне написали на русском, а детям, знают детский, что это детский канал, написали на итальянском. И, типа, она говорит, мама, кто ты такой, почему написали, что, типа, ну, сдавайтесь, там, типа, Карла перевел, все. Я говорю, что мне ему сказать, я говорю, пойди, напиши на русском, что русские не сдаются. Слушай, ну, вообще, нормально, говорит, ну, вы, говорит, дети бендеровцы, типа, собирайте вещи, сдавайтесь. Я говорю, русские не сдаются, я говорю, пойди, ему так и напиши, я говорю, на русском. Ну, мы, конечно, поражали, но тем не менее. Люди разные бывают. Да. Ладненько. Да, ты меня снимешь. Хотела показать, какой мой сегодняшний оутфит. Брюхо в тени. Лена, ну, зачем ты это сказала? Давай, поднимай меня ты. Слушай, ты взяла камеру, я аж покраснела, Лена. Что ты? Вот, смотрите, последняя модель джинс. Ну, джинсы превращаются. Джинсы превращаются. Главным движением руки. Малевантные шорты. Ты помнишь, Галета? Малевантные шорты. Вот, короче, это сегодняшний мой оутфит. Я покраснела. Когда меня почему-то снимает кто-то... Ой, красный, как помидорище. Вообще, знаешь, мой папа говорит, что когда я краснее, Маринка говорит, значит, у тебя есть совесть. Ты не потеряешь. У тебя ее уже нет, так что не обольшая. Нет, у кого нет, у меня краснеет, я краснею. Это что, прилив такой? Откуда у тебя? Или это совесть, или это вино? Это или климакс. Ладно, все. Более, кстати, мой пояс. Ну, я его уже знаю, этот пояс. Помнишь, сколько же ему уже лет, представляешь? Ты живешь, ты живешь, ты живешь, ты живешь, Майкл Джейксон. Ленка, помнишь, как мы с тобой ходили на дискотеку? Когда еще пойдем? Не, ну ты помнишь, как мы ходили? Да, классно мы. Деньки такие пришли, там, короче, гитара такая, акустика сначала, помнишь? Вот сам садил, такая на гитаре играла, мы такие, мол, мы не поняли, это что-то, акустическая дискотека, кто-то сказали, у него уже Франческа, а дочка родилась. И кто-то, да, и кто-то ляпнул, типа, да, это акустическая дискотека. А мы такие с тобой, опс, и тигры, он наук, лайк. Только мы с тобой закончили, Ленка, включилась диска, помнишь? И мы такие домой, да? Помнишь? Девки потанцевали, песни по гитару. Он размин, да, у него была разминка. А кто-то, кто-то смотрел эту ману. Слушай, мы выложились там конкретно. Ну, мы что-то не поняли. А прикиньте, которые играли, наверное, думали, блин, как классно, играют девки, короче, там, знаешь, вообще... Нарезают. Да, девки там вообще, там, в стазме. А те, которые пришли, наверное, думают, блин, что-то такое же, что-то за податкустик. Люди, ну, делают апперитива, да, там, ну, выпили, погодили. Опс, и тигры у ног моих сели. Опс. Помнишь, Ленка? Я не могу. А потом, короче, все ушли в этот самый... Все пошли танцевать, а мы пошли. Пошла дискотека, началась дискотека, а все такие... Мери, мери, мери. А мы такие с тобой... Мери, мери, мери. А как она такие, да? Вина-то, Ленка, напылась. Какого вина? Капирожку? А, капирожку. Не папироску, а капирожку. Капирожку. Да, давно уже не пылась. Ну, давай вот... Так, все, мы уже... А у нее другие, у нее сибирские коты. А сибирские коты, они не делают аллергии. По-моему, как-то так. Мы уже стоим на остановочке. Наш железнодорожной вокзал, сейчас пойдем за Сашкой. А что ты сказала, что ты манжешь? Да, нет. Не, я не слышала, что ты сказала. Кринкарми. А что такое? Сашку не знаю. А, так что будем купим, наше сторону пойдем в магазин. А потом пойдешь телефон тебе заправить. А я тоже поправила, садила футболку, она на меня немножко короткалка. А prendо я? Надо поверить дома. Что, мне нравится, красиво. Кажда? Нет. Мама, как это, когда я перебираю в кино, потому что какие-то выкарки. Да, красиво. Чин-чин. Нет, как ты говоришь, как говоришь? Микки, да. Кого фанат? Чин-чин. Нет, с михой, с матом. С макканер. А, шутслава, и футболка. Нет. Или кафанали футболку. Да, кафанал. Нет, тут и футболку мы будем купить. Чин-чин. Так, мы уже в автобусе. Если в автобусе покупать билет, билет стоит в автобусе, вон, чтобы ногти не показывать. Билет стоит в автобусе 2 евро. Рубль 20 стоит, если мы покупаем это. Берем и... Держи, запья. Два, ладно. Двое евро, если покупаем у водителя, и рубль 20, если покупаем, ну, в местах для покупания билетов. Уже едем за сашки. Чуть-то столько людей вокруг. Если маленький, 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 кайф. Ой, Семянов, тебе прошу, Саша, на меня отвлечь. Прошу, Семянов. В цепи, не трогай, это дед там маленький, мне даже напереду. Я знаю. Уже, я уже нервничаю, мы уже опаздывали. Надо что-то бежать, еду-по там купить. Спасибо. В окошечко там денежку даешь, и? Поехали, поехали, опоздаем. Блин, этот автобус впереди стоит так уже долго. Может, он поломался. Смотри, куда ты будешь ехать. Надо что-то беречь. Давай, а мы с вами говорим о... Работа будет в 10-ти времени. Возьмем. 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 Жарко? Да. Я, кстати, буду такие купать, и волосы буду мыть. Моим шампоном, а реалист. Посмотрите, чтобы подречить немножко волосы. Это железнодорожный вокзал. У меня рекордов в метр, чтобы мама в квартире. Усами на дебазре. А, надо писала на шесты. А, Сергей говорит, я помню, когда мы ехали в Украину, не в Руси, в Украину. Мы сюда, да, пришли, купили, зашли в Макдональдс, купили что-то поесть, перекусить. Потом мы доехали до Ференс. А, ты когда мы с тобой ехали на машине или когда мы с тобой ехали на... Мы доезжали до Рима, и потом в Риме уходили на самолёт. Сейчас я твою ехали на машине. И хотя бы тут не ехали в Риме, помню, когда мы жалели на Солей. Я не помню. Я не помню. Ты, ты не ехали? Пусть дома. Я не гостя, лего и не ходила. Я не знаю, что мы в Которг. пришла с работы на селе тут санэр ватадэс да сэмбэма ладу визтуки лабораторе вадан лаврад у кошмар мужик апчин чихнул все две кимаре латинина кирова на протаса курс и кит и фавориры я надо позвать девушку молодой говорю из первой помощи Я говорю, что ты не делаешь? Ты уже 40 лет, а че дотересса? У меня профессора. Вы профессоресса? Профессоресса, а не дотересса. Специализация. Нет, что ты не делаешь, дотересса? Я говорю, мне уже 40 лет, я уже профессора. Какая девочка-доктор? Ты девочка, ты видел? На болоте... Это болоте. Прикосовое болото... Пить коробку для сумок. Но я по-любому на этих днях уже точно все, мне надо организоваться, залезаю в детскую. Если интересно, буду снимать, как я убираюсь, буду махать тряпочку. Но надо, 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 надо однозначно. И в зал, и везде надо набирать воды с мылом. Классно везде проходиться, чиститься, убираться. Потому что что-то я тоже в последнее время то болела. Потом у меня не работала видеокамера, по-моему, потом у меня опять, я не знала, как сидеть в программе сейчас. Спрашивали, почему нет на канале музыки. Потому что я еще как-то не пробовала оставлять музыку. Не знаю, не получается. Опять же, нужно суббота-воскресенье, чтобы немножко быть более такой разгруженной, чтобы это все попроще. Что ты там делаешь? Карла, что ты, коза стайфа ченгал? Коза стайфа ченгал? Прыщик, да. Додинка, не додинка. Бододавка, не бододавка. А, вспомнила, прыщик. Вот, так что, короче, будем заниматься, будем заниматься. Поэтому приглашаем красивые тряпочки. Так их называют, перчаточки и вперед. Ладненько, девчонки, мальчишки, всего вам самого хорошего, самого, самого доброго. Мир умирает однозначно, чтобы всех наши мечты сбывались, детки наши не болели и родители жили долго и счастливо. Все, все пока-пока, увидимся завтра. Пока-пока. И увидимся. 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 Завтра. Вот ты тупой, а. Увидимся завтра. Увидимся завтра. Увидимся завтра. Боже, как шмар какой-то. Что-то за актеры второго плана. Все. Постоянно в кадре. От главной героини шо? От главной героини шо? Мадам Брошкина нормальная. Мадам Брошкина. Все, девчонки, мальчишки, пока-пока-пока. Огромное, огромное спасибо за ваши комментарии. Мадам Брошкина. Пока-пока.